Краткое правило для благочестивой жизни отца Алексея Мечёва. Принуждай себя вставать рано и в определённое время. Без особенной причины не спи больше семи часов. Как скоро пробудешься от сна, тотчас вознеси мысль свою к Богу и сделай на себе с облагоговением крестное знамение, помышляя о распятом Господе Иисусе Христе, который для нашего спасения умер на кресте. Немедленно встань с постели, оденься и не позволяй себе долго нежиться на мягкой постели и оставаться неодетым. Одеваясь, помни, что ты находишься в присутствии Господа Бога и ангела-хранителя. И вспоминая о падении Адама, который грехом лишил себе одежды невинности, и смиренно просил Господа Иисуса благодати облечься в Него и так мыслить, чувствовать, говорить и делать, как Он Сам и мыслил, и чувствовал, и говорил, и делал. Потом немедленно начни молитвы в утренние, преклонив колено, молись тихо, внимательно, благоговейно и с глубочайшим смирением, как должно перед взором всемогущего, и спрашивая у Него веры, надежды и любви и благословения к занятиям этого дня. Проси себе сил к благодушному принятию всего того, что Ему будет благоугодно в тот день послать или попустить, и перенесению всех тягостей, трудностей, бедствий, смущений, напастей, скорбей и болезней души и тела с твердостью, спокойствием и с любовью к Иисусу Христу. Прими твердое намерение все делать для Господа Бога, все принимать из отеческой руки Его, все, и особенно решимость делать именно такое-то добро или избегать именно такого-то зла, приносив всего себя в живую жертву Богу. Размышляй так. Может быть, этот день есть последний день моей жизни, и все так делай, как бы ты хотел делать, готовясь предстать теперь же на суд Божий. Благодари Господа Бога за сохранение Тебя в прошедшую ночь, и что Ты еще жив и не умер во грехах. Скольких людей в прошедшую ночь смерть представила предстрашное судилище Господа. Также возблагодари Бога, что еще есть для Тебя время благодати и милосердия, и что есть еще время и средства для покаяния и приобретения неба. Каждое утро думай о себе, что только теперь начинаешь и хочешь быть христианином, а прошедшее время напрасно погибло. Хоть четверть часа каждое утро посвящай на краткое размышление об истинных веры, особенно о непостижимом таинстве воплощения Сына Божия, о втором пришествии Его, страшном суде, муке и рае. После молитвы и размышления, если позволит время, то почитай какую-нибудь книгу духовную, например, святителя Дмитрия, алфавит духовный, и святителя Тихона Задонского, сокровище от мира собираемое. И читай до тех пор, пока сердце твое придет в умиление. Довольно подумав об одном месте, читай далее, и внимай тщательно тому, что Господь говорит твоему сердцу. После сего займись делами твоими, и все занятия и дела твои да будут во славу Божию. Помни, что Бог везде видит тебя, зрит все действования, занятия, чувствования, помышления и желания твои и щедро воздаст тебе за все добрые дела. Не начинай ни одного дела, не помоляясь Господу Богу. Ибо то, что мы делаем и говорим без молитвы, после оказывается или погрешительным, или вредным, и обличает нас через дела, неведомым для нас образом. Сам Господь сказал, «Без меня не можете творить и ничесоже». Среди трудов твоих будь всегда весел и покоен. Успех их, поручая благословению Господа и довольствуясь тем, что ты сделал свое дело. Исполняй все тяжкое для тебя, как эпитемию за грехи твои, в духе послушания и смирения. В продолжении трудов произноси краткие молитвы, особенно молитву Иисусову. И представляй себе Иисуса, который в поте лица своего ел хлеб свой, трудясь с Иосифом. Если твои труды совершаются успешно по желанию сердца твоего, то благодари Господа Бога. Если же не успешно, то помни, что и это Бог попускает. А Бог делает все хорошо. Если же остается время перед обедом, то рассмотри, как ты исполнял то, на что решился поутру, или во время благочестивого чтения, или во время размышления. Во время обеда представляй Отца Небесного, отверзающего руку свою, чтобы напитать тебя. Никогда не оставляй молитвы перед обедом, и во время его представляй, что Иисус обедает с тобою. Удели от своего стола и нищим. После стола считай себя как бы одним из тех, которых в числе пяти тысяч напитал чудесный Иисус Христос, и возблагодари его от сердца, и моли, чтобы он не лишил тебя небесной пищи, слова своего, и святых тел и крови Христовых. Если желаешь жизни мирной, то предай всего себя Богу. До тех пор ты не найдешь душевного мира, пока не успокоишься в едином Боге, любя Его одного. Всегда и во всем поминай Господа Бога и святую любовь Его к нам грешным. Во всем старайся исполнять волю Божию и угождать только единому Богу. Не делай ничего против заповедей Божьих. Не домогайся и не ищи ничего, кроме Бога. Делай и терпи все для Бога. Не заботься о том, чтобы уважали и любили тебя люди века сего, но о том, чтобы угодить Господу Богу и чтобы совесть твоя не обличала тебя во грехах. Если же хочешь непрестанно помнить о Боге, то скорби и несчастья переноси, как справедливо тебя постигающие. Бодрствуй тщательно над самим собой, над чувствами, помышлениями, движениями сердца и страстями. Ничего не почитай маловажным, когда дело идет о твоем спасении вечном. Во время памятования о Боге умножай молитвы твои, чтобы Господь помянул тебя тогда, когда забудешь о нем. Во всем да будет учителем твоим Иисус Христос, на Которого, взирая оком ума своего, спрашивай самого себя чаще, что в этом случае помыслил бы, сказал и сделал Иисус Христос. «Приучись во всем, что не видишь, представлять себе что-нибудь доброе. Будь кроток, тих, смирен, молчи и терпи по примеру Иисуса. Он не возложит на тебя креста, которого ты не можешь понести. Он и сам поможет тебе нести крест. Не думай приобрести какой-нибудь добродетель без скорби и болезни души. Проси у Господа Бога благодати исполнять как можно лучше Его святейшие заповеди, хотя бы они казались тебе весьма трудными. Исполнив какую-нибудь заповедь Божию, ожидай искушения, ибо любовь ко Христу испытывается через преодоление препятствий. И на малое время не оставайся в праздности, а пребудь всегда в трудах и занятиях, ибо нетрудящийся не достоин имени человека и непременно погибнет. Уединяйся, по примеру Иисуса Христа, который, уединяясь от прочих людей, молился Отцу Небесному. Во время тягости душевной или охлаждения к молитве и ко всем благочестивым занятиям не оставляй дел благочестия. Так Господь Иисус Христос трижды молился, когда душа Его была прискорбна даже до смерти. Делай все во имя Иисуса, и таким образом всякое дело Твое будет делом благочестия. «Более слушай, нежели говори. Во много глагола не и не спасешься от греха. И спрашивай для себя у Господа благодати, благовременно и молчать, и говорить. И полагай хранение устам твоим, чтобы не согрешить языком. И заграждай слух, чтобы не услышать противного Господу Богу. Не любопытствуй о новостях, они развлекают дух. С охотой рассуждай о добрых предметах. Убегай даже самых мелких грехов, ибо не удаляющийся от малых непременно впадет в большие и тяжкие. Если хочешь, чтобы не тревожили тебя злые помыслы, то со смирением принимай уничижение души и скорбь телесную. Не отчасти, но во всякое время, во всяком месте и во всяком деле. Всякий помысл, удаляющий тебя от Господа, особенно скверный, плотский помысл, изгоняясь сердце своего как можно скорее, как сбрасываешь с одежды и одну искру, попавшую на нее. Когда приходит такой помысел, то молись крепко, «Господи, помилуй! Господи, помоги мне! Господи, не оставь меня, избави от искушения!» Или иначе как. Но среди искушений не смущайся. Кто посылает случай к сражению, тот даст и силы к победе. «Будь спокоен духом, уповай на Бога. Если Бог за тебя, то кто против тебя? И спрашивай у Бога, чтобы Он отнял от тебя все, что питает твое самолюбие, хотя бы это лишение было для тебя самое горькое. Желай жить для Него одного и умереть и всецело принадлежать Ему. Когда потерпишь какое-нибудь бесчестие от людей, то разумеешь, что это послано от Бога к славе твоей. И таким образом в бесчестии будешь без печали и смущения. И в славе, когда она придет, будешь верен и избежишь осуждения. Если имеешь пищу и одежду, то этим будь доволен по примеру Иисуса нас ради обнищавшего. Никогда не спорь. И слишком много не защищай себя и не извиняй. Ничего не говори против начальников или ближних без нужды или обязанности. Будь искренен и прост сердцем, с любовью принимай наставления, увещания и обличения от других, хотя бы ты был и очень мудр. не будь ненавистником, завистником, безмерно строгим в слове и делах. Чего не хочешь себе, того не делай другому. И чего себе от других желаешь, то прежде сам сделай другим. «Если кто посетит тебя, то возвысь сердце твое Господу Богу и моли Его даровать тебе дух кроткий, смиренный, собранный. Будь ласков, скромен, осторожен, благоразумен, слеп и глух, смотря по обстоятельствам. Помышляй, что Иисус находится среди тех, с которыми ты находишься и беседуешь. Слова твои растворяй солью премудрости. Твердо помни, что время кратко, и что человек должен дать отчет во всяком бесполезном слове. Разговору назначай определенную цель и старайся направлять его к спасению души. Когда же кому принесешь пользу словами твоими, то признавай в этом благодать Божию. Когда ты находишься наедине с собою, то испытывай себя. Не сделался ли ты менее добр, нежели как был прежде? Не впал ли в какие грехи, которые прежде не делал? Если согрешишь, то немедленно проси прощения у Бога со смирением, сокрушением и упованием на его благость и поспеши принеси покаяние пред Отцом Духовным. И во всякий грех, оставленный без покаяния, есть грех к смерти, о котором, если и святой помолится за другого, не будет услышан. Притом, если не будешь сокрушаться о грехе, сделанном тобою, то опять в него скоро впадешь. Старайся делать всякому добро, какое, когда только можешь. Не думай о том, оценит ли или не оценит он его, будет или не будет он тебе благодарен. И радуйся не тогда, когда сделаешь кому-нибудь добро, но когда без злопамятства перенесешь оскорбление от другого, особенно от облагодетельствованного тобою. Если кто с одного слова не оказывается послушным, того не понуждай через прение, сам воспользуйся благом, которое он потерял, ибо не злобие принесет тебе великую пользу. Но когда вред от одного распространяется на многих, то не терпи его, ищи пользы не своей, но многих, общее благо важнее частного. Во время ужина вспоминай о последней вечере Иисуса Христа. Моли его, чтобы он удостоил тебя вечери небесной. Прежде, нежели ляжешь спать, испытай свою совесть, проси света к познанию грехов своих, размышляй о них, проси прощения у них, обещай исправление, определив ясно и точно, в чем именно и как ты думаешь себя исправить. Потом передай себя Богу, как будто бы тебе должно всю ночь явиться пред Ним, поручая себя Божией Матери, ангелу-хранителю, святому, которого имя носишь. Представляй постель как бы гробом твоим и одеяло как бы саваном. Сделав крестное знамение, облобызав крест, который на себе носишь, усни под защитой пастыри Израилева, то есть Господа, и же храняй, не воздремлет, ни же уснет. Если же не сможешь спать или будешь бодрствовать во время ночи, то вспоминай слово «Полунощи же вопль бысть, се жених грядет». Или вспоминай о той последней ночи, в которую Иисус молился Отцу до кровавого пота. Молись за находящихся ночью в тяжелых болезнях и смертном томлении, за страждущих и усопших, и моли Господа, да не покроет Тебя вечная тьма, во время болезни прежде всего возложи упование Твое на Бога и частым воспоминанием и размышлением и страданием и смерти Иисуса Христа занимай себя, чтобы более и более укреплялось Твое сердце. Непрестанно твори какие-либо молитвы, какие знаешь и можешь. Проси у Господа Бога прощения во грехах и терпения во время болезни, всячески воздерживайся от ропота и раздражительности так обыкновенных во время болезни, если Господь Иисус Христос потерпел ради нашего спасения самые тяжкие страдания и болезни, а мы что сделали или потерпели ради нашего спасения? как можно чаще ходи в храм к божественной службе? Особенно старайся как можно чаще быть во время литургии, воскресные праздничные дни, непременно посвящая делам благочестия, всегда, когда находишься в храме, представляя, что ты находишься в присутствии Бога, ангелов и всех святых. Остальное время дня после литургии посвящай на благочестивое чтение и другие дела благочестия и любви. День рождения твоего особенно посвящай делам благочестия, каждый год и каждый месяц делай строгое испытание твоей совести. Исповедуйся и приобщайся святых тайн как можно чаще. К приобщению святых тайн приступай всегда с истинным гладом и истинную жаждую души, с сокрушением сердца, с благоговением, смирением, верою, упованием и любовью. Как можно чаще размышляй о страданиях и смерти Иисуса Христа, умоляя Его, ризою заслуг Своих, покрыть все грехи Твои и принять Тебя в Царство Своё. Имя Иисуса всегда имея в устах и в сердце. Как можно чаще размышляй о великой любви Господа к Тебе, чтобы и самому Тебе возлюбить Его всем сердцем Твоим, всею душою Твоей, всеми силами Твоими, и таким образом будешь вести мирную жизнь на сей земле и блаженную на небе во веки веков. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с Тобою. Субтитры